Юра уже сам присоединился, я очень рада тебя, Юра, видеть, классно, привет! Привет, привет! Юр, спасибо тебе, что ты отозвался, я знаю, что ты очень занят, и вместе с тем, что для тебя это сейчас день, разгар рабочего дня, но ты нашел время для наших подписчиков, моих подписчиков из Казахстана как раз-таки ответить на вопросы, которые я сегодня в прямом эфире в сторис и обозначила. Ну что, вот рада приветствовать Юру. Еще раз, кто к нам присоединяется. Знакомьтесь, Юра, один из лучших экспертов в области НЛП. Он вот так выглядит очень молод, хотя он очень опытный. Очень старый. Очень важный, очень такой, да. И самое главное, Юрий профессионал своего дела. Он также входит в гильдию ассоциаций спикеров Гандапаса, поэтому и также является профессиональным коучем, мастером коучем, тренером, психологом, что немаловажно для многих. Ну и самое главное, он для меня является другом, коллегой, и мы дружим уже на протяжении многих лет. Кто знает, у нас есть очень много прямых эфиров совместных, чему я очень рада. И вот, Юра, я сейчас сразу скажу слушателям, еще раз повторю, что мы тебя ждем в Казахстане в конце октября на нашем курсе НЛП. Я вообще с нестерпением жду, всем рассказываю, как будто, знаешь, едет Дед Мороз к нам в Казахстан, потому что кто, я знаю, пройдет НЛП, реально сами станут Дед Морозами, да, и начнут действительно создавать такие, будем говорить, сюрпризы и волшебство в своей жизни. Ну вот, Юр, тебе слово. И хотел вообще сейчас буквально одну минуту спросить у своих подписчиков, поставьте плюс, кто вообще слышал про НЛП. Давайте так, а вдруг вообще люди первый раз слышат про НЛП. Кто слышал про НЛП? И мы сегодня немножечко развеем эти тоже мифы, потому что часто слышат почему-то, знаешь, больше про манипуляцию, больше про какие-то махинации, да, там, или так далее, гипнозы и одна недавняя. Но это больше про терапию. Ну и сейчас Юра скажет нам, пока нам вот уже кто-то слушал, на Зигуль, говорит, поставила плюс. Я сейчас, ребят, комментарии отключу, чтобы они не отвлекали нас. А потом на все вопросы, пожалуйста, досмотрите сегодняшний эфир, потому что будет тема про якоря и как они влияют на нашу жизнь не самым лучшим образом. Ну и, конечно, даже мы всегда в коучинге, в НЛП показываем проблему и что с этой проблемой делать. Юр, тебе слово. Все, а то я буду много говорить. Я знаю, что ты можешь долго говорить. Грия, очень приятно, что ты меня назвала Дедом Морозом. Прям очень-очень от души повеселило. И это тоже позитивный якорь. Ты прям раскрыла во мне какие-то приятные ощущения, которые связаны с Новым годом. И очень приятно, что ждете в Казахстане. Билеты уже куплены, да, для всех. Поэтому тренингу быть. И, как говорится, мы обречены на успех. Давай коротко отвечу. На твое высказывание по поводу того, что люди думают всякие разные вещи про НЛП, что это какие-то не очень хорошие вещи, не очень хорошие штуки. Ну, знаешь, так как я уже видеоблогер, мне... Это так называется, да? Я думала, ты эксперт, тренер. Да, я эксперт, тренер, но в последнее время я еще и стал видеоблогером, да, развивая свой YouTube-канал. И за вот это время, пока я активно развиваю свой YouTube, мне очень много пришлось получить всяких нелестных комментариев по поводу НЛП и так далее и тому подобное. И там я очень часто слышал, что... Точнее, слышал, видел, да? Там писали люди, что это секта, что это зомбирование, манипулирование и так далее и тому подобное. Расскажу, что такое НЛП для меня. НЛП для меня – это инструменты и это система, как хорошо понимать себя. И это инструмент психотерапии в первую очередь. Я обычно на такие комментарии отвечаю, что, ну, окей, если НЛП – это секта и манипуляции, то тогда и психоанализ – это секта и манипуляции, гештальтерапия – это секта и манипуляции, коучинг – это секта и манипуляции и так далее, и так далее, и так далее. Перечисляю много направлений психологии. И, как правило, все эти хейтерские комментарии, они на этом и прекращаются, потому что, ну, вот это так, да? То есть изначально NLP разрабатывалась как модель моделирования, то есть что делали основатели NLP. Они изучали, как действуют, как ведут себя, как думают себя, как думают у себя внутри другие люди таким образом, чтобы у них получались хорошие, выдающиеся результаты. Так и получилось NLP. Но так как NLP создавалась как модель моделирования, как быстро научиться чему-то у других людей, и основатели NLP, они моделировали очень много психотерапевтов. Поэтому NLP очень хорошо перенеслось, внедрилось в психотерапевтическую плоскость, и с помощью этих технологий можно успешно помогать людям. Вот в целом все, что я хотел сказать, обработал, так сказать, возражения по поводу того, что это секта, манипулирование и так далее. И я, в принципе, не вижу ничего плохого в том, что кто-то думает об NLP, что это секта, что это манипулирование. Ну, я скажу так, такие люди нам не нужны. Я считаю, что не нужно никому ничего доказывать и тратить свою энергию на то, чтобы кого-то в чем-то переубедить, потому что есть множество людей, которым реально нужна помощь, есть множество людей, которые реально понимают, что это рабочие и действенные инструменты, и они готовы к этим инструментам просто открыто подойти и попробовать что-то. Вот и все. Не больше, не меньше. А многие люди просто, ну... Я скажу так, что те люди, которые говорят, что NLP это секта, зомбирование, манипуляции и все такое, это те люди, они говорят это по своему невежеству. Они близко не стояли с этой технологией, они близко не знают, что это такое, но они очень хорошо умеют раздувать из муки слона. Поэтому я считаю так, что те ребята, которые нас сейчас смотрят и слушают, они в состоянии, они взрослые люди в состоянии сделать свой осознанный выбор, или если они что-то слышали об NLP, прекрасно провести время в нашей компании, а если они чего-то не слышали, либо они откроются к чему-то новому, к чему-то прислушаются и что-то сделают, либо они, ну, останутся невежественными. Это тоже нехорошо и неплохо, каждый выбирает какие-то свои способы для улучшения своей жизни. В моем случае NLP и коучинг с помощью NLP стали хорошими инструментами, которыми в том числе я пользуюсь для себя и в своей личной жизни, и в воспитании своего ребенка, и в воспитании своей супруги и так далее, и так далее. Поэтому, ну, я думаю, мы уже на этом остановимся и не будем больше. Скажи, пожалуйста, Юр, вот я сегодня рассказывала в сторис про тот случай, когда девочка, ну, мама не смогла прийти с работы в школу, посетить ее мероприятие, открытый урок, и закрылась в туалете, я очень долго плакала, потом вышла и сказала, моя мама меня не любит, я ей не нужна и так далее. Это девятилетний ребенок, и я сказала, что это будет неким триггером, якорем для нее в последующих вот таких опытах. И как вот, давай про якоря, что такое, да, я буквально там в сторис описала, что такое триггер, многие, может, фильмы видели, да, и так далее. Ну, давай вот скажем людям, что такое, что мы имели в виду, и что бывает с этим, а что, как мы это, где мы в жизни сталкиваемся с такими моментами, да, и что можно сделать. Ну, вот так разделим наше, и потом ответим на вопросы в конце. Хорошо, давай тогда вот как мы сделаем. Ты открой комментарии, я буду просить сейчас ребят писать. Пусть эти комментарии будут на моем лице. Я буду смотреть на тебя. Смотри, будем вот как действовать. Мы поговорим и об этой девочке, и поговорим о том, что такое якоря и якорение в целом. Во-первых, якорение, оно происходит постоянно. Оно происходит постоянно. И вот те ребята, которые смотрят сейчас наш прямой эфир, и мы с тобой, мы в любой момент времени испытываем какое-то состояние. Мы не испытываем состояние только когда мы мертвые. А пока мы живые люди, у нас есть какое-то определенное состояние. Хорошее, нехорошее, приятное, неприятное, бодрое, небодрое. То есть, все возможные оттенки состояний. И якорение происходит постоянно каким образом? Есть три вида триггеров, как ты уже сказала. Три вида якорей. Визуальные, аудиальные и кинестетические. Что это значит? Это значит, что если кто-то сейчас смотрит на мою прекрасную прическу, вот я сейчас специально показываю, и испытывает в этот момент хорошее настроение и хорошее состояние, то, скорее всего, вот это мое изображение будет для него позитивным якорем. Если кто-то в этот момент испытывает какие-то неприятные ощущения, то, скорее всего, это изображение будет для него нересурсным якорем. Как это работает? Это работает так, что в следующий раз, когда вы вдруг увидите меня с вот этой вот прекрасной прической на этом синем фоне, то то состояние, которое вы испытывали сейчас, скорее всего, глядя на эту картинку, вы начнете испытывать, когда увидите меня снова. И это первый вид, это визуальные якоря. Давайте я подвожу итог. Ребят, если вы сейчас, если вы в хорошем настроении, и вы сидите и радуетесь от нашего прямого эфира, то для вас затем встреча с нами, она будет тоже создавать вот этот эффект радости, потому что прикрепилась эмоция и с визуальной картинкой нами. То есть связывается положительная эмоция, плюс мы, и тут происходит связка, и такое мы говорим якорь. Но если вдруг что-то мы скажем еще при этом, или будет, например, я буду тоже в таком аракезе, как Юра, и вы это никогда не видели, и будет это такой шок, и вы еще при этом в таком эмоциональном, будем говорить, в нересурсном состоянии, да, в отрицательном, то в следующий раз, когда вы нас увидите, вы уже будете такие, ой, ну, то есть у вас получится опять, то есть другой якорь, негативная галия, Юра, да, там негативная эмоция, она автоматически будет. То есть вы увидите нас, у вас уже эмоция тут же негативная придет. Даже вы были бы очень счастливы, и вы потом не поняли, почему вдруг у меня испортилось настроение, или почему у меня поднялось настроение, потому что вы нас увидели. Ну, вот так. Да, я сейчас еще поясню. Мы сейчас проговорили про визуальные якоря. Якоря еще бывают аудиальные и кинестетические, да. Что такое аудиальный якорь? Это какой-либо звук. Возможно, мой голос, возможно, голос галии, возможно, какой-то еще звук, который присутствует рядом с вами. В какой-то момент, в этот момент времени. Ну, и ощущения. Это те прикосновения, те предметы, с которыми вы соприкасаетесь. Очень часто кинестетические якоря ставят другие люди нам, когда хлопают нас по плечу, дотрагиваются до нашего запястья, ну и так далее. И все это работает. Сейчас объясню, как это работает. Наверняка вы знаете концепцию Академика Павлова про условный рефлекс. Вот мы сейчас по большому счету о нем и говорим. Что делал Академик Павлов? Он давал собачке еду. У собачки на еду начинала течь слюна. И в этот момент времени он зажигал лампочку и, возможно, еще не помню точно по легенде, подавал звуковой сигнал. Ну, условимся, что он просто зажигал лампочку. И он так делал много-много раз. А когда однажды он просто зажег лампочку, но не принес еды, у собаки также начала течь слюна. Что это значит? Он натренировал вот этот собаке условный рефлекс. То же самое происходит и с нами. Но мы более совершенны, чем собаки, чем животные. И у нас вот это запечатление может происходить с первого раза. И касаясь истории вот этой девочки, она испытала, конечно, очень много неприятных ощущений, очень много неприятных чувств, потому что мама не пришла на ее мероприятие. Но что может стать для нее, что у нее заикарилось конкретно, мы не знаем. Может быть, если она закрылась в туалете и там очень долго переживала, ручка в туалете, дверь в туалете, может быть, кто-то к ней подходил и пытался ее успокоить. Учительница начала называть ее по имени своим голосом и пыталась ей что-то сказать. Вот этот голос учительницы, которая пыталась ее успокоить, тоже, скорее всего, заикарится, запечатлится в ее памяти. То есть такой вот безусловный рефлекс, точнее, условный рефлекс. Чем ярче наше состояние, тем легче запечатляется якорем вот это состояние. И теперь вот эта девочка, если она не будет работать с психологом или с кем-то еще, что может ее ждать? Давай, если в концепции стимул-реакция разговаривают, в концепции якорей говорить, то, скорее всего, эта девочка, когда будет заходить в уборную и будет видеть эту ручку, эту дверь, не знаю, там, что там, висят полотенца, что-то еще. Все, что она могла видеть, когда она испытывала эти негативные эмоции, она сама не будет понимать, но она будет испытывать неприятные ощущения такого же приблизительно уровня, как она испытывала тогда. То есть, вот девочка совершила большую ошибку, как бы это не смешно выглядело, теперь в туалете девочка будет испытывать не очень приятные ощущения. Либо же, если учительница пыталась ее успокоить, а может быть, эта учительница, еще когда она вышла из туалета, там, как-то ее хотела приобнять, приободрить. И когда учительница будет повторять ее имя своим голосом, этой девочке будет, скорее всего, становиться очень неприятно. Вот так произошло мощное запечатление, о котором ты была свидетелем. И такое запечатление у нас происходит, к сожалению, постоянно. Но есть хорошая новость. Есть хорошая новость, что если мы разобрались с этими стимулами и понимаем, какие стимулы, какие реакции у нас вызывают, мы можем это изменить. Мы можем это починить, если по-простому сказать. И сейчас я для наших участников дам такой небольшой тест. Сейчас придумаю на ходу. Давайте напишите плюсик, кто готов сейчас повзаимодействовать прямо в чате. Напишите плюсик, а я вам пока дам небольшое задание. Наверняка все, кто нас смотрит, уже взрослые, современные, совершеннолетние люди и когда-то пользовались спичками. И когда спичку зажигаешь, есть такой запах серы. Кто-то его очень любит, кто-то его очень не любит. Но постарайтесь сейчас, прямо вот глядя в этот прямой эфир, носом вдохнуть и вспомнить запах зажженных, паленых таких спичек. Вспомните этот запах. И пока вы вспоминаете этот запах, обратите внимание на свои ощущения, что с вами происходит. Я сейчас вместе с вами, и ты, Галия, тоже сделай. Я сейчас вместе с вами сделаю. Да у меня уже этот запах прям думает. И думал, кто-то уже пожег, что ли. Ага. Вот какие... Я сейчас наблюдаю за собой, какие у меня вызывают это ощущения. У меня это вызывает приятные ощущения. Почему? Объясняю. Потому что в детстве я испытывал огромную радость, когда мы с дедушкой или с отцом шли сжечь костер. В детстве я испытывал огромную радость, когда папа брал меня куда-то с собой, а он у меня курил в свое время. Сейчас уже бросил, уже много лет не курит, но тем не менее. И для меня всегда это было такой радостью, когда мы с ним куда-то ехали на велосипеде, он там зажигал свой сигарет, а я чувствовал запах этой серы. И сейчас, когда я вспоминаю запах этой серы, у меня воспроизводятся приятные ощущения. То есть происходит такая цепочка ассоциаций на запах. Запах тоже можно относить к кинестетическим ощущениям, к кинестетическому якорю. Либо вспомните, пожалуйста, звук своей любимой мелодии. Вот напишите, проиграйте у себя в голове звук своей любимой мелодии, а мы сейчас разберем, как наша мелодия становится любимой. Как раз таки тоже в концепции стимул-реакция, в концепции якорения. Она становится любимой не просто так, а скорее всего, потому что, когда мы испытывали хорошее состояние, у нас было хорошее самочувствие, каким-то чудесным образом, либо по радио, либо мы специально включили, либо в проезжающей мимо машине, проигрывалась эта мелодия. И звук этой мелодии подкрепился у нас. То же самое, как, ну давайте вот сейчас воспроизведу всем негативный якорь, может быть, кто-то слышал похоронный марш, ту-ду-ду-ду, да, и так далее, вот эти звуки неприятные. Почему же, когда мы слышим, допустим, похоронный оркестр, мы начинаем сразу испытывать неприятные ощущения? Юр, я тебя могу в этот, у нас же хоронят по исламу, поэтому у нас оркестр похоронного не бывает, это только в Советском Союзе. А, не бывает, да? Ну хорошо, ну у вас как-то по-другому. Ну хорошо, давай так. Давай так, смотри, негативный якорь, это будильник многих утром, что надо вставать. У многих, да. Может быть такое. И якорей, их есть невероятное просто множество. Кому-то... Да, можно добавлю, да, Юр? Ребят, ну вы знаете, вот у нас еще у многих якорь на то, когда вы были маленькие, да, и мама пекла там, запах ванили, запах баурсаков, да, там вот что-то вкусненькое. Это вот на сезание, конечно, да, на обоняние, да, что как и спичка, как и серо горит спичка, так и мы. И вот это воскресенье, я знаешь, тебе скажу, что я, вот у меня есть любимая, уже как член семьи, помощник этот, который помогает мне по дому, и она вот именно приходит в воскресенье. Я сделала для себя такой праздник, что вот она рано приходит и печет, и вот мы все просыпаемся под этот запах. И я честно говорю, это мой якорь с детства, что все хорошо, что дома мама, что дома мама, вот это, понимаешь, якоры, дома мама, да. Да, причем, если говорить про запахи, говорить про звуки, а если, допустим, каждое воскресенье мама готовила булочки вкусные, но при этом каждое воскресенье с утра тебя отчитывало за все провинности, которые были среди недели, то этот же запах для тебя будет и негативным якорем, и как только ты будешь где-то в магазине испытывать этот запах, то скорее всего будут всплывать неприятные ощущения, поэтому здесь для каждого человека все индивидуальное и все это происходит в какой-то определенный момент времени и зависит это от нашего состояния. Вот, допустим, знаете, есть свист резины, когда машина так резко тормозит, так, да, для одного человека это будет, допустим, для автогонщика, который любит дрифт, это будет позитивный якорь, он только слышит звук этой резины, и все, у него включается, все, драйв, энергия идет. А для другого человека, который там попал в аварию или был свидетелем аварии, для него это будет негативным. Поэтому здесь очень важно отследить, а какие вещи, на какие картинки, звуки и ощущения, запахи, либо свои какие-то ощущения прикосновений, как я реагирую. И таким образом, когда вы поймете, что у вас заикорилось, и когда вы будете знать уже этот стимул, вы будете иметь возможность его переформатировать. А как его переформатировать? Конечно, более подробно мы рассказываем на курсе НЛП практик, там прям целый день посвящен якорям и якорению, как это все проработать, есть очень много ресурсных техник, но если говорить по-простому, ваша задача сейчас на данном уровне, на данном этапе просто отследить, из-за чего это происходит. И когда вы поняли, от чего вы начинаете испытывать неприятные ощущения, постараться заменить. Ну, допустим, если вы посмотрели на лицо Юрия Пузыревского, он у вас ассоциируется с неприятными ощущениями, вам нужно срочно посмотреть на лицо Галии Богдад, которая у вас ассоциируется с приятными ощущениями. Ну, или наоборот, если там у вас неприятные ощущения вы испытываете, когда смотрите в свой телефон, к примеру, а приятные ощущения, когда любуетесь на картину, то ваша задача в этот момент резко перевести свой взгляд и начать любоваться этой картиной. И таким образом вы будете как бы гасить негативный якорь и делать такую перенастройку, перетренировку, перетренировку своей реакции. И возвращаясь к тому, как я рассказывал, что академик Павлов натренировал собачку по включению лампочки и пускать слюну, точно так же можете и вы натренировать себя, испытывать любые ощущения. Можно, Юра, расскажу пример? Вот у меня был пример. Мы жили в доме, да, и самое интересное, в этом доме был такой, знаешь, тамбур, как предбанник, да, чтобы зайти вот уже в прихожую большую, и был предбанник немножечко узкий и маленький. И ты знаешь, вот как только я, я не могла понять, как только, а у меня, ну, тогда дети были маленькие, и вот я куда-то уходила, там, в магазин, но как только я заходила домой, у меня почему-то было негативное состояние, уже была негативная эмоция, и я помню, когда я начала изучать НУПИ, я делала сессию себе во время обучения, я, оказывается, поняла, что вот этот якорь был, когда я за ручку бралась, и в этот момент просто один раз лампочка вот просто потухла, да, над моей головой, и вот когда я вот за это, ну, у меня зафиксировался взгляд как раз, да, вот на этой ручке маленькой, и как только я ее вот так брала в руки и хотела открыть дверь, у меня сразу включался вот это переживание страха, эмоция, да, там, тревоги, я уже приходила домой, я уже была, ну, злая, вот такая, знаешь, эмоционально, да, будем говорить, неустойчивая, я такая была, знаешь, уже готовая к какому-то худшему, да, к худшей ситуации, и как раз таки, когда в НУПИ, я поймала это, перепрограммировали себя, да, там как раз таки это все дается, конечно, на НУПИ, то я перепрограммировала себя, что я захожу, и у меня, наоборот, хорошее настроение, ты знаешь, я вот потом уже заходила домой, я, наоборот, еще больше радостная была, еще больше в ресурсе, как мы говорим сейчас, да, поэтому это реально так работает, и вот таких триггеров очень много, да, очень много, к сожалению, и поэтому, когда в коучинге наш клиент плачет, или в НЛПИ, мы его не обнимаем, не трогаем, не успокаиваем, да, для того, чтобы не создавать негативные триггеры. Да, безусловно, ну, там в коучинге есть же еще одно правило, не садиться лицом к лицу, да, почему, потому что, во-первых, идут переносы и контрупереносы, человеку может показаться, что мы кто-то другой, да, а во-вторых, чтобы не корить, да, то есть мы садимся, как правило, рядышком, да, сбоку, чтобы это происходило. У меня тоже есть один комичный случай с Икаринем, в общем, я не помню уже, что у меня происходило, но я помню, у меня случилась какая-то вот прям сильная неприятность, и я помню, что я ехал на метро домой, и шел своим привычным маршрутом. Это была такая просто жизненная, обычная, повседневная какая-то подавленность. Но суть не в этом. Суть в том, что после этого я долгое время этим маршрутом не ездил, и потом я начал этим маршрутом где-то года через два опять ездить, очень часто. И каждый раз я еду в хорошем настроении, вот чувствую себя прекрасно, но когда я поднимаюсь, выхожу из метро, у меня настроение падает просто вот до жесткого депрессивного. Я стал разбираться, что это такое. Я стал как НЛП следить и отслеживать, а в какой момент времени у меня падает настроение. Причем оно падает очень резко. И вот я начал выходить из метро, уже сознательно следил, и следил. И оказалось, что когда я поднимаю глаза на рекламу, там такая реклама висит, ну на нее всегда попадаешь глазами. И там обеспечивлены такие смайлики. Причем смайлики позитивные. И я понимаю, что я когда вижу этих смайликов, я прям переношусь в тот период двумя годами ранее, где мне было нересурсно. И потом, когда я нашел этот триггер, ну я начал работать с техниками НЛП и проработал это все. И сейчас, когда я гляжу на эту картинку, на нее я всегда гляжу, когда я там прохожу мимо, потому что там невозможно ее не заметить, то уже все хорошо. Но долгое время это работало настолько неосознанно, что каждый раз, когда заходишь в метро в хорошем настроении, а выходишь из метро в плохом настроении. Тоже так, комичный случай. И очень важно эти все вещи, конечно, в себе отслеживать. Я еще вот хочу, действительно, комичный случай, еще хочу вот рассказать. Ты знаешь, у нас в Казахстане ночью на Востоке очень любят часто делать какие-то обряды такие, да? Там бабушка там спичками живет, там флюет, что-то там. И есть еще разные там гадания такие, да? А вот расскажи, как это якорятся люди на такие случаи, ситуации, как самопроизвольное пророчество тоже, да? Ну, смотрите, там на самом деле есть технология, она гипнотическая. Человек, то есть вот гадалка или бабушка, кто угодно, вводят человека в гипнотическое состояние и делают хорошо, если делают позитивные внушения. Они по большому счету ведут человека, и человек в какой-то момент времени начинает испытывать определенное ощущение. Надеюсь, что приятное. когда человеку пророчат, вижу там, у тебя принц на белом коне, и замуж ты выйдешь, и все будет хорошо, и много денег тебя ждет. И в этот момент она поджигает спичку, там, делает какие-то свои ритуалы нестандартные, и это тоже все заканчивается. И когда в дальнейшем человек чувствует этот запах спичек или видит бабушку, которая проводит аналогичный ритуал, у него это состояние автоматически воспроизводится, и он начинает лучше себя чувствовать. Но, конечно, бывают и негативные истории, когда неумело сделано внушение, человека ввели не в очень ресурсное состояние, и это заикарили. Это тоже работает. Это работает в обе стороны. Как говорится, я не знаю, топором можно и лес порубить, а можно и, не знаю, ноготь себе отрезать случайно. Ноготь, не палец, а ноготь. Юр, скажи, давай дадим нашим слушателям хотя бы некий такой маленький инструмент, чтобы помочь им, как работать с этими якорями, отслеживать. Что-то им так... Я понимаю, мы этого не сможем дать вот сейчас, буквально в течение 10 минут, но какую-то им, будем говорить, волшебную, пиноч, пилюлю, которая поможет нам. Но я еще хочу повторить, что вы можете все это пройти и якорение, вот эти триггеры, это является маленькой-маленькой долей в той программе NLP-практика, которая стартует в городе Астана 29 октября в Rixos-отель Астана. Первый модуль, это четырехмодульная программа, сертифицированная. Вы можете, конечно, пройти полный курс на этом обучении, и научиться многим-многим инструментам. И вот, что мы, ты можешь сейчас так подарить нашим слушателям? Подарю. Есть хорошая техника, тоже на основе якорей, которая называется ресурсный амулет. Сейчас объясню, что его, как ее сделать. Вот смотрите, ребят, сейчас, прям вот, поставьте плюсик, кто будет делать вместе с нами это упражнение, я сейчас попрошу вас сделать кое-что. кое-что заключается в том, что вам нужно закрыть глаза, а может быть, и не закрывать глаза, можно с открытыми глазами. Просто представьте какой-то амулет, который вам нравится. Может быть, это будет монетка, может, это будет какой-то камень, который можно повесить. Просто представьте у себя воображение. Вообразите его, рассмотрите внимательно, и запомните. Просто запомните его на данный момент. Вот ты сейчас показываешь, а это нужно сделать именно в голове. Хотя можно работать и с таким амулетом. Смысл не в этом. Когда вы это сделали, когда вы представили этот ресурсный амулет, ваша задача, вот что сделать. Пробежаться по своей временной линии и просто вспомнить про своей жизни. Немножко объясни, тут мало у нас экспертов. Просто начиная от сегодняшнего момента, глядя назад в прошлое, посмотрите, пожалуйста, те моменты, где вы чувствовали себя абсолютно уверенно, где вы чувствовали себя очень спокойно, где вы чувствовали себя ресурсно, чувствовали себя прям хорошо. У меня, допустим, такие случаи были и сегодня, и вчера, и позавчера. И неделю назад. И там просто выберите несколько сейчас моментов, ну, пускай будет три на данном этапе, где вы чувствовали себя просто суперресурсно. Просто вспомните их. Вспоминайте. Я аж стала зевать, потому что так сразу увидела, где я отдыхала. Ага, вспомнила кровать, что она тебя ждет. Хорошо. И когда вы вспоминаете эти моменты, постарайтесь сейчас испытать те же ощущения, которые вы испытывали там. Просто постарайтесь погрузиться в эти ощущения и постарайтесь их испытать. А когда вы начнете их испытывать, уверенность, ресурсность, быстро у себя перед глазами покажите себе опять этот амулет, который вы представляли тремя минутами ранее. И сейчас, что мы делаем? Мы сейчас создаем такой внутренний якорь у себя внутри. То есть мы сделали некую визуальную картинку и благодаря этой, то есть благодаря тому, что мы вспоминали те моменты жизни, где мы чувствовали себя в ресурсе, мы воспроизводили это состояние. А вот этот ресурсный амулет, который вы представляли, он и будет являться ресурсным якорем. Напишите, пожалуйста, у кого получилось сделать то, что я хотел. Хотя бы два случая, где вы чувствовали себя хорошо. И потом, когда вы начали испытывать это состояние, когда вы чувствовали себя хорошо, уверенно, спокойно, воодушевленно, резко ввести в себя... У меня получилось, знаешь, я сейчас такая сижу, как будто я отдохнула и поспала. А это произошло буквально секунда, да? Да. Как этим пользоваться? Как этим пользоваться? Теперь, когда вы проделали уже эту технику, ну, если у вас не получилось, пересмотрите в записи, я надеюсь, Галия, ты оставишь прямой эфир в Инстаграме. Пересмотрите, просто сделайте. Вот эту технику, ее можно сгенерировать у себя буквально за 3-4 минуты и внести в свои представления этот амулет, и что делать дальше? А дальше вы будете вот что делать. Когда вы чувствуете себя не очень хорошо, не очень ресурсно, вы просто у себя в голове резко включаете этот амулет, вот эту картинку резко включаете, и вы начинаете себя чувствовать уже совершенно по-другому. Но эту технику, ее нужно тренировать. Тренировать каким образом? То есть периодически возвращаетесь в те состояния, где вы чувствовали себя ресурсно, и подкрепляйте, как собачку Павлова вам нужно себя натренировать. Вносите себе во внутренний экран вот этот ресурсный амулет, и тогда это будет очень хорошо работать. У меня тоже есть такой ресурсный амулет. Ребята нам тут пишут плюсики, спасибо большое, Светлана. У меня два амулета уже кто-то написал. Отлично. Те, кто слушает внимательно и смотрит внимательно, у тех все получается. Я всегда так говорю, что кто целеустремлен, у того не будет проблем. А кто не целеустремлен, тот, конечно, просто хорошо провел время под наших голосом. Ребята, дайте обратную связь, получилось ли у вас. Спасибо, Юра, большое за вот эту технику. И вы можете себе делать вот такие якори разные. Вы можете вот, когда бывает, покупаете себе сережки, что вы вот, ну, тоже с каким-то эмоциональным состоянием. Ну, это для женщин. Там вещи какие-то являются тоже якорем, да, например, там, то есть, они могут и фактически не только визуально быть, но еще и могут быть такие. Вот эти якори очень часто используют спортсмены, да, спортсмены, когда вот, если вы видели, особенно теннисисты, там, они завязывают шнурки, там, именно с этого и ноги заходят на корт и так далее. И вот эти якоря как раз уже включают вот этот триггер и вот это состояние. Я хочу еще вот поделиться, Юра, да, рассказать, это когда вот один из известных теннисистов, когда начал проигрывать, и он получил коуч-сети у Энтони Робинса, да, который является очень сильным энелпером и коучем, то у него Энтони Робинс просто спросил, а о чем ты думаешь, когда ты проигрываешь? И он сказал, я, говорит, думаю о своей, там, травмированной руке и боюсь ее еще раз ухудить, ну, травмировать еще сильнее. Тогда он спросил у него следующее, а что ты думаешь и что ты чувствуешь, да, этот, что ты чувствуешь, когда ты выигрывал, да, и он говорит, а я вот, ну, про то-то, то-то описал и еще эмоцию туда включил. И он просто ему сказал, тогда думай об этом, да, когда выходишь, спасибо большое, Сережки, а я думаю, что за черешки, и, и, и думай, когда ты уходишь на корт, уже думай и чувствуй, что ты уже победил, да, что ты уже в ресурсном состоянии. Я сегодня купила эти сережки, между прочим, и заикарила себя, да, и заикарила за очень классный себе этот, был такой хороший момент, и я себе купила и думала, заикарю, поэтому вот даже я вот в таких вещах я всегда это использую, то есть, вещи, и корю, и это дает тоже очень много ресурсов, вот раскрыла вам свои секретики, да, поэтому таких секретиков очень много. Смотри, у нас тут вопрос, да, классная техника, а амулет не обязательно иметь физически, можно просто картинку в голове придумать, да, можете просто придумать картинку в голове, а можете купить на самом деле, то есть, тут вопрос от ваших ресурсов, оно будет работать и так, и так, и не обязательно покупать, то есть, вы его можете представить, это называется такой внутренний визуальный якорь, то есть, вы себе сконструировали какую-то картинку и ее подкрепили определенным состоянием, и дальше ваша задача только это тренировать и усиливать, и когда вам нужно изменить уже состояние, вы включаете, поэтому можно, можно, можно и не покупать, а можно и купить. Ребят, я еще раз, вот осталась буквально там 10 минут до конца эфира, я, вот вы знаете, я проходила, я вообще сама НЛП-мастер, да, тренер по НЛП, я проходила НЛП-практик раза 4, и я вообще, вы знаете, вот с таким, и вот каждый раз для меня НЛП это возможность, возможность, да, еще раскрыть больше свой потенциал, еще больше привлечь в свою жизнь успеха, счастья, да, и вот сейчас тут пишут, что у вас, наверное, у вас все, да, штаны и так далее, да, 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 футболки, у нас все заякоренное, да, такое все волшебное, и я вот в таком предвкушении, я очень благодарна, Юра, что ты специально для Казахстана написал специальную программу, и я видела эту программу, я вообще в шоке, я вам хочу еще сказать, впервые в Казахстане будет шикарный курс НЛП, потому что его будут вести сразу два тренера, мы вместе сразу будем с Юрой вести, и это одни из новых стандартов, международных стандартов в подаче материала, для того, чтобы вы, может быть, на меня заикарились, поэтому на Юру и так далее, то есть мы вам будем давать разные фокусы, чтобы вы как раз-таки стали сильные и раскрыли свой потенциал. Я вот, Юра, я с таким предвкушением жду, когда ты приедешь, и я очень счастлива, что у нас практически вся группа уже набралась, я вам тебе скажу, и хочу сейчас сказать, что мы не берем 50-100 человек, мы берем ограниченное количество людей, только 20 человек, потому что мы с Юрой за то, чтобы каждому уделить внимание, чтобы каждый получил результат. Я вам хочу сейчас сказать, что осталось два места, и эти два места вы реально можете включиться вот в этот курс, потому что курс шикарный, я честно скажу, что я жду нестерпением эту встречу, Юра, с тобой, да, я знаю, как ты все, это, я понимаю, сегодня у нас прямой эфир, и что-то мы хотим там на пальцах объяснить, да, а то, что мы будем там три дня давать это знание, потом еще будет, то есть курс состоит из четырех модулей, и он настолько крутой, потому что Юра дает щедро материал, он от вас не отстанет, пока вы не научитесь, и тем более тоже я, поэтому, ребят, это такая крутая возможность в Нур-Султане пройти курс НЛП 29 октября, 29-30-31, пишите к нам с Юром, и мы все вам расскажем, Юр, поэтому я так, ту-ту-ту, ту-ту-ту, тоже заикарилась, короче, я жду тебя вот в Казахстане, и нетерпением еще раз погрузиться в этот волшебный мир НЛП, еще больше раскрыть свой потенциал, даже если я буду преподавать вместе с тобой, но учишься, и еще раз как будто ты заново проходишь, хотя ты преподаешь. Юр, еще тебе пару минут, скажи нашим послание, что еще ты хочешь сказать? На самом деле тоже жду с нетерпением, и сегодня словил себя на мысли, что уже хочу собирать чемодан, но не могу, потому что завтра еду в другую командировку, и а я уже собрался в Казахстан в Чебодан собирать. И что еще очень хочу сильно обозначить, обозначить то, что не знаю, я такой тренер, который на самом деле, как Галия сказала, он не отстает, и моя главная задача, чтобы человек, который пришел на курс, чтобы я его встретил через год, через два, через три, и чтобы он вспомнил, что ему давалось. Вот у меня ученики, те вещи, которые я объясняю буквально на пальцах, они обычно эти вещи помнят очень долгие годы. И у меня такая миссия, и я стараюсь это сделать так, уделяю внимание на самом деле всем, и делаю так, чтобы у всех получилось. Поэтому если вы... И самое главное было, чтобы результат, да. Конечно, результат. Без результата никуда не двинешься дальше. Буквально вот несколько слов. Что благодаря НЛП-практику наши читатели, слушатели или студенты обретут, что, как повлияет на их жизнь? Вот расскажи буквально. Повлияет на жизнь так, как они сами захотят. Ну, я понимаю, что это такой ответ, но идти на тренинг нужно с какой-то целью. Кто-то приходит на тренинг с целью прокачать свои навыки коммуникации. Это 100% получится. Кто-то приходит на тренинг с целью научиться управлять другими. Это тоже получится, но не сразу. После второго, третьего модуля. Кто-то приходит на курс для того, чтобы разобраться в себе и понять, для чего я живу и чем мне заниматься. Это тоже получится, это тоже получается. Кто-то приходит на курс для того, чтобы расширить свою базу инструментов. Я сейчас говорю про коучей, про психологов, про психотерапевтов. Такие люди тоже есть. Они приходят скорее за инструментарием и повышением квалификации. И они тоже достигают результата. Все зависит от того, с какой целью вы придете. Основные цели, которые могут быть, это разобраться в себе, это научиться управлять собой, научиться выстраивать доверительные отношения с близкими и не только с близкими людьми, стать магнитом для людей. И научиться ставить и достигать целей. Потому что многие люди об этом даже не задумываются, что цели нужно ставить, и есть множество инструментов, которые помогут им их достичь. И самая главная, ключевая особенность, то, что вы начинаете разбираться, как вы сами функционируете. Вот мы сегодня рассказали про икоря, что у девочки заикорилось неприятное состояние. Мы рассказали свои истории, какие у нас есть икоря. Но представьте, как будет круто, когда вы поймете, как это работает, и когда вы поймете, что, допустим, я вижу свою супругу, и вдруг почему-то начинаю испытывать неприятные ощущения. И мы начинаем себе головой строить, что, а, наверное, у нас ушел огонь, наверное, она мне надоела, нам пора разводиться. А вот ничего подобного, дорогие друзья. На самом деле, скорее всего, там есть какой-то неприятный якорь. Как он мог образоваться? Он мог образоваться совершенно случайным способом. Например, вы получили звонок с неприятной новостью, а в это время вы ужинали со своей супругой. Все. Заикорилось. И каждый раз, когда вы видите своего любимого человека, вы начинаете испытывать неприятные ощущения. Но банально же, вот эти вещи, когда вы начинаете в них разбираться, когда вы начинаете в них понимать, вы начинаете лучше воспитывать своих детей в том числе. Потому что мы уже на последних модулях проходим такие продвинутые техники, которые объясняют многие процессы, которые вы даже не понимали. вы разбираете свой жизненный сценарий. Вы будете понимать, почему вы делаете то, что вы делаете, и будете понимать, почему вы не делаете то, что вам нужно делать для достижения целей. Потому что очень часто такое бывает, что человек знает, что ему нужно делать, но он этого не делает. Он начинает рассказывать, у меня сопротивление, у меня депрессия, у меня и так далее, и так далее, и так далее. А в конечном итоге, если разобраться и по механике, и понять, что же там в твоей жизни такого произошло, и какой сценарий ты проигрываешь из раза в раз, не достигая каких-то результатов, можно внести эти корректировки и достигать результатов намного легче. Вот такие могут быть результаты. Результаты могут быть совершенно невероятные. Обычно три категории людей к нам приходят на тренинг. Это предприниматели, ну скажем так, фрилансеры. Это тот, кто занимается своим таким бизнесом небольшим, локальным, который работает, допустим, моделью, рисует брови, макияжем, ногтями занимаются. Какой они эффект? Первый эффект, который они получают, они понимают, что у них становится больше клиентов, и люди к ним чаще записываются. Почему? Потому что люди прокачали навык эффективной коммуникации, и вот к ногтевому мастеру приходит человек, если вот даже сравнить два одинаковых ногтевых мастера, которые одинаково делают красиво ногти. К какому вы чаще пойдете? С которым вы можете поговорить, с которым вам приятно рядом находиться, либо который просто механистически выполняет свою работу. Скорее, вы пойдете к первому, с которым приятно поговорить, в поле которого приятно находиться. Вот это такая косвенная выгода. Люди сами не понимают, почему у них начинает получаться больше клиентов. Вторая категория людей, которые приходят на тренинг по инопе, это такие уже большие предприниматели. У них, как правило, другие задачи. Им хочется научиться более экологично управлять своими сотрудниками, и более конкретно и продуманно, системно ставить цели у себя в жизни и у себя в бизнесе. Это тоже очень важно. И третья категория людей, даже четыре категории, есть и домохозяйки. Есть и домохозяйки, которые нигде не работают, воспитывают детей. Они приходят для того, чтобы понять себя. Потому что очень часто женщина встречается, ну, это модное название, конечно, но оно есть такое, послеродовая депрессия, да, когда ребенок родился, начинает подрастать, и там очень много интересных психологических процессов происходит, когда девушка, ну, может не понимать, чего она хочет, чем она хочет заниматься и так далее, и так далее. В этом тоже можно разобраться. Ну, и четвертая категория людей, которые учатся, это уже специалисты, коучи, психологи, психотерапевты и так далее, приходят за инструментами, ну, эти люди, с ними приятнее всего работать, потому что они точно знают, зачем они хотят, и они же все пропускают через себя. Они очень быстро включаются в эту работу, и они пытаются, они голодные. Вот кто специалист, кто уже занимается в поддерживающих профессиях, они стараются чем можно больше урвать, я не побоюсь этого слова, из курса. Спасибо большое, Юр. У нас уже сейчас завершается эфир. Я тебя очень благодарю за то, что ты включился, нашел время, и мы тебя ждем. И я еще хочу сказать, что мы проведем второй эфир прямой 16 октября. И следите за новостями, и там будет очень интересная тема. И тема, Юр, заинтригуй. Тема будет очень хорошая. Я заинтригую так. Не пожалеете, приходите, получите много интересных знаний. Спасибо большое. Поставьте плюсы, кому был полезен этот эфир, кто забирает эти техники и начнет уже изучать НЛП. И кто готов, еще хочу сказать, что у Юры есть свой канал по НЛП. И заходите, Юра Пузыревский. Я сохраню сегодня эфир. Кто не просмотрел, как ставить якоря, и как можно себя настраивать на позитивные моменты. Ну, мы с вами, и с вами была Галия Багдад. До скорой встречи. Пока. Пока-пока.